В пятницу вечером по трамваям погибла женщина и уже в воскресенье ее близкие провели акцию протеста на 6-й станции Большого Фонтана, где и произошла трагедия. Под колесами электротранспорта оказалась 36-летняя Оксана Завьялова. Версий произошедшего довольно много. Мнений о ГАИ и близких погибшей в следующем сюжете. Ее любили родные и близкие. Она была душой компании. У Оксаны Завьяловой остались 7-летняя дочь Даша и муж. В день трагедии 9 октября он вернулся из зоны АТО. Я думаю, что девочка останется с папой, как бабушка. Ей 83 года. Я не думаю, что она сможет потянуть и дать должное воспитание ей. В данный момент статистика об ЛГАИ говорит о том, что по вине водителей трамваев в этом году произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Что касается этой аварии, в госавтоинспекции немногословны. Здесь, во-первых, еще идет следствие. Это не ДТП, не трехмесячной давности и не годичной давности. И, соответственно, это проводится следственное мероприятие, то есть следственные действия проводятся и выясняют полную степень диновности каждого из участников дорожного движения. Единственное, что, вот единственное, знаете, даже сравнение это ДТП. Там для перехода не установленное место. Водитель трамвая после аварии была в шоке. Она говорит, даже не видела пешехода. По ее словам, женщина подошла к трамваю сбоку, пока вагон двигался. Другие свидетели рассказали, она пыталась сесть на ходу. Нет, не видел. Ребята. По мнению друга Оксаны, который оказался на месте уже через 40 минут, женщина погибла, не заметив трамвая, который резко выехал с разворотного кольца. Говорит, никаких мер безопасности на этом участке. Ни заборов, ни знаков не было. Очень плотно прилегают ларьки, павильоны рынка к проезжей части и к разворотному кольцу трамвая, что, в принципе, и могло повлиять проезжейшему ДТП. Скорее всего, она была просто ослеплена ярким светом первого трамвая. И так как трамваи в Сепке все-таки шумно идут, она просто не заметила следующий трамвай. Шагнула, была откинута им на стрелку. И там уже в стрелке, в этом треугольнике произошло просто сдавливание. Семья Оксаны последний месяц жила у друзей. У ее дочки и мужа до сих пор нет своего жилья. Теперь они остались еще и без родного человека. С Оксаной близкие будут прощаться послезавтра.